Дарт Вейдер не просто самый знаковый злодей во вселенной Звездных войн, но и один из величайших антагонистов за всю историю. Но об этом легендарном Лорде Ситхов ещё многое можно рассказать. Перед вами несколько фактов о персонаже, которые вы могли не знать. Когда речь идет о персонажах, исполнители которых сменяются чаще всего, то Дарт Вейдер является лучшим примером в плане предоставления работы актёрам. Невероятное их количество в разное время оказывалось под этим большим черным шлемом. Дарт Вейдер официально и неофициально появлялся в более чем 200 различных фильмах, видеоиграх и телевизионных шоу, если не включать в этот список пародии и камео. Чтобы вы получили лучшее представление о том, насколько грандиозна личность Вейдера, просто вдумайтесь в тот факт, что имя Хана Соло появлялось в титрах всего около сотни раз. Дарт Вейдер не только является одним из наиболее часто появляющихся персонажей в оригинальной трилогии, приквелах, спин-оффах, играх, мультсериалах и других проектах, так или иначе связанных со Звездными войнами. Он – одна из самых узнаваемых фигур мировой поп-культуры. Что странно, учитывая его довольно краткое появление в первом фильме. Более того, Дарт Вейдер, самый культовый злодей во всей научной фантастики, появился в фильме Новая Надежда 1977 года всего на 12 минут. Даже Чубакка получил больше экранного времени. Но этих 12 минут оказалось достаточно, чтобы оставить неизгладимое впечатление и создать образ злодея, чье наследие станет достоянием нескольких поколений. Мало того, что Энакин Скайуокер известен своими сильными эмоциональными страданиями, Вейдер, помимо этого, вынужден переносить физическую пытку, в основном из-за своей брони. Под его гладким киберкостюмом находятся несколько слоев гниющей плоти, которая не может зажить после попадания в лаву на Мустафаре. – О, чувак. Я просто не понимаю это. Ты знаешь, это не легко найти вещи, чтобы помочь этой маске. Как и следовало ожидать, повреждения Вейдера были огромными, и он вынужден регулярно принимать всевозможные обезболивающие средства и санитарные ванны. Также известен факт, что его шлем прикреплен болтами к его голове и постоянно прокалывает его иголками, чтобы держать разум синхронизированным с костюмом. По сути, ни одна секунда жизни Вейдера не проходит без того, чтобы он не испытывал жгучую боль. Однако эти постоянные муки позволяют ему вечно находиться в гневе, что с каждым днем делает его все более сильным лордом ситхов. Если задуматься, то можно предположить, что любой из многочисленных врагов Вейдера способен справиться с ним, если совершит нападение в тот момент, когда Вейдер наиболее слаб без костюма. Но на самом деле это свидетельствует лишь о его силе и опасности, так как никто не мог справиться с ним. В то время как джедаи традиционно сами изготавливают свои световые мечи, ситхи, как правило, проходят гораздо более темный ритуал. Чтобы создать свои красные световые мечи, лорды ситхов должны украсть кибер-кристалл у джедая, искажая природу некогда безобидного предмета яростью, страхом и чувством потери, которые являются отличительными чертами ситхов. В комиксах о Дарте Вейдере 2018 года было показано, что он украл свой кристалл и рукоять у джедая по имени Кирак Инфила. Но первоначальная версия оружия, показанная в комиксах, не является той, которую фанаты обычно ассоциируют с Вейдером. После использования украденной рукоятки джедайского меча в течение некоторого времени, Вейдер в конечном итоге создает тот клинок, который намного лучше сочетается с его технологичной бронёй. Однако изменение в эстетике оружия не случайно – охотники за головами почти уничтожили украденный Вейдером световой меч во время покушения на его жизнь. Палпатин объясняет этот процесс своему ученику, убеждая его в том, что между мечами джедаев и ситхов нет никакой реальной разницы, за исключением того, что кристалл, который приводит в действие оружие ситхов, как он выразился, был создан, чтобы пускать кровь. Несмотря на то, что его световой меч соответствует канону ситхов, боевой стиль Вейдера уникален. Эта идея реализуется и в кино. В контексте световых мечей двуручный меч Вейдера гораздо более опасен, чем у других джедаев, и даже чем у него самого в молодости. Будучи ещё юным джедаем, Энакин Скайуокер предпочитал использовать ту же технику боя на световых мечах Форма 5, которую Люк Скайуокер однажды использует против него. Но как только Энакин стал Вейдером, он изменил свой стиль, чтобы учесть ограничения своей брони и направить всю мощь на врага. Для Вейдера выбор места для постройки внушительной крепости на Мустафаре был обусловлен не столько тем, что это было место его духовного рождения, сколько данью памяти и скорби по его потерянной жене, Падме. С 22 по 25 выпуске комиксов Вейдер начинает строить свою первую версию своего замка с помощью лорда ситхов Момина, дух которого содержится в шлеме, который Палпатин подарил своему ученику. Момин обещает, что строительство замка на Мустафаре даст Вейдеру шанс наладить контакт с его потерянной любовью. Итак, с помощью мертвого лорда ситхов Вейдер строит несколько различных конструкций крепости на месте своего величайшего поражения. После битвы с местными жителями и внезапного, но неудивительного предательства Момина, Вейдер отправляет своего помощника обратно в бездну. Затем он успешно выполняет свою миссию и пересекает завесу между жизнью и смертью, покидает свое тело и отправляется в путешествие в саму силу. Здесь дух Вейдера находится между бывшим воплощением Энакина и его нынешним состоянием в качестве Вейдера, и он даже получает несколько нечетких фрагментов видений из будущего. Наконец, он находит Падме, но до конца неясно, является ли она духом или лишь воспоминанием Вейдера. К несчастью для Лорда Ситхоф, она сразу же отвергает его, настаивая на том, что Энакин мертв и что она не знает человека, стоящего перед ней. Затем Падме падает в бездну огня, и Вейдер, наконец, вынужден ее отпустить, что, скорее всего, и было планом Палпатина. В течение десятилетий фанаты обсуждали, знал ли Гранд измов Таркин о прежней личности Вейдера, Энакине Скайуокере. Сериал Войны Клонов показывает, что Энакин сражается вместе с Таркином, который становится свидетелем навыков молодого джедая и его глубокой связи с силой. Между двумя героями появляется взаимное уважение ещё до того, как они присоединились к Империи. В канонизированном романе Таркин идет ещё дальше и размышляет о сходстве Энакина и Вейдера. В какой-то момент Таркин прямо предположил, что Вейдер вполне может быть рыцарем-джедаем Энакином Скайуокером. Позже, в романе, Палпатин спрашивает, известен ли Таркину этот секрет, и таким образом использует его для проверки лояльности своего последователя. И Таркин проходит испытания. Как региональный губернатор он мог бы что-нибудь сделать с этой информацией, но вместо этого предпочитает хранить молчание. Впоследствии Таркин становится единственным персонажем, проявившим хоть какое-то искреннее уважение к Энакину и Вейдеру, несмотря на его скептицизм в отношении силы. Лея Органа была первой из Близнецов Скайуокеров, встретившей Дарта Вейдера в Новой Надежде, поэтому вполне уместно, что она была первой, кто встретился с ним в битве на планете Врога Сваз. В сюжетной линии комикса, Звездные войны, падение Вейдера, 2016 года, Лея призывает повстанцам сбросить на Вейдера бомбы с истребителей. Битва происходит между событиями Новой Надежды и Империя наносит ответный удар и начинается с уничтожения Альдерана. И пускай в фильмах никогда не показываются чувства потери Леи, когда Таркин и Вейдер разрушают её родную планету, в этом комиксе она готова умереть, чтобы отомстить за своих людей и свою семью. Когда Ситрипио указывает на то, что приказ о бомбардировке Вейдера наверняка убьет и Лею, она принимает это, желая сделать что-нибудь, чтобы сбить своего противника. Однако покушение Леи на жизнь Вейдера проваливается, и её отец выживает для того, чтобы сразиться в другой раз. Прежде чем вступить на темную сторону Силы, молодой Энакин Скайуокер создал дотошного и брезгливого дроида, которого фанаты знают как Ситрипио. К сожалению, он также создал и одну из наиболее заметных дыр в сюжете во вселенной Звездных войн. Если Энакин сделал Ситрипио, почему он не узнал дроида, когда они столкнулись друг с другом в оригинальной трилогии? Что ж, в ныне далеких от канона легендах у этих двух персонажей был своего рода момент воссоединения. В комиксе «Спасибо, Создатель» Вейдер находит расчлененное тело Ситрипио в Облачном городе и разделяет короткий и нежный момент признания со своим старым дроидом. Но даже в новом каноне Диснея между ними есть связь, выходящая за рамки кино. В комиксе «Звездные войны номер 75» Лорд Ситхов помогает своему старому творению, пускай и неосознанно. В своем самоотверженном стремлении обезвредить бомбы в предыдущем выпуске Ситрипио решает сам деактивироваться, чтобы спасти планету и живущих на ней каменных существ. Тем временем Вейдер, который был ранен в бою, отступает, чтобы позаботиться о своих ранах. Когда Вейдер использует силу, чтобы восстановиться, он невольно оживляет своего старого дроида. Распутывая небольшое упоминание о своем происхождении, Ситрипио говорит «Спасибо, Создатель», так как действия Вейдера вдыхают в него жизнь. Если бы он только знал, насколько он прав. Ни для кого не секрет, что Джордж Лукас не был до конца честен, когда утверждал, что с самого начала планировал каждую важную деталь своей саги «Звездные войны». Из-за многочисленных несоответствий большого количества ранних сценариев, увидевших свет за эти годы, фанаты постоянно опровергают подобные утверждения режиссера. Не принимая во внимание различные спекуляции, подтвержденная удаленная сцена из «Новой надежды» добавляет сомнений в искренность утверждений Лукаса. В расширенной версии сцены, в которой Люк воссоединяется со своим старым приятелем Биксом, Красный Лидер рассказывает, что однажды он встретил отца Люка. – Я встретил твоего отца, когда я был просто ребенком. Он был огромный пилот. – Ты умерла, которую он умерла? – Ты сделаешь хорошо. Красный Лидер не сообщает никакой точной информации о том, где он встретил отца Люка, так что можно технически утверждать, что эта сцена была введена ради преемственности. Например, он мог легко встретиться с Энакином до того, как он повернулся к темной стороне. Но поскольку мало кто знал, что Вейдером был Энакин, те, кто помнил бывшего джедая, вероятно, предполагали, что он мертв. Однако Красный Лидер вполне мог догадаться о связи между Энакином и Люком Скайуокерами. Опять же, это не учитывает того факта, что призрак Энакина Скайуокера действительно обнаруживается в раннем наброске сценария фильма, и Империя наносит ответный удар. В общем, лучше всего предположить, что Лукас действовал по принципу Индиана Джонса с самого начала. Переворачивающая весь фильм с ног на голову признание Дарта Вейдера в конце фильма Империя наносит ответный удар – один из наиболее часто цитируемых неверно моментов в истории кинематографа. Вейдер отвечает на обвинение Люка в том, что он убил его отца словами, «Нет, я твой отец» Бесчисленные поклонники неправильно запомнили фразу в виде «Люк, я твой отец» Сайт lovefilm.com однажды спросил более полутора тысяч кинолюбителей, чтобы определить, какая неверная цитата правит Галактикой. И что показал опрос? Это признание Вейдера. Даже сам Джеймс Эррл Джонс говорит его неправильно в документальном фильме Империя снов – История трилогии Звездные войны. Конечно, легко понять, почему возникла эта цитата – она основывается на контексте данной сцены и придает ей ещё большую персонализацию и драматизм. Учитывая талант Скайуокеров, к драматизму становится даже немного неловко за то, что альтернативная версия не является каноном. Фактически, поскольку неправильная цитата настолько распространена, есть большая вероятность, что многие люди услышат неправильную версию ещё до того, как увидят фильм, и финальный результат будет для них своего рода разочарованием. И пускай появление Вейдера в середине фильма Изгой 1 – Звездные войны истории было вписано в сценарий с самого начала, его более известная сцена была добавлена в последнюю минуту. Сейчас все знают эту сцену. Это напряженная битва в коридоре захваченного корабля полного повстанцев, который пытается скрыться с украденными чертежами Звезды Смерти, в то время как Дарт Вейдер выслеживает их. С тех пор эта сцена стала наиболее популярной среди фанатов и стала ещё более примечательной благодаря тому факту, что она была добавлена в самый последний момент после того, как ответственный за монтаж фильма заявил, что Вейдеру нужно больше экранного времени. Как объясняет режиссер Гарретт Эдвардс, мы вместе работали над монтажом, и режиссер монтажа Джаббас Олсен сказал, «Я думаю, вам следует снять ещё один эпизод с Дартом Вейдером, где он будет выглядеть как очень крутой персонаж» Но сроки на съемку этой сцены были чрезвычайно сжаты. По словам Эдвардса, когда он упомянул об этом, оставалось всего около четырех месяцев до выхода фильма. В конечном счете, этот эпизод был снят за три дня, что стало невероятным подвигом специалистов по монтажу, ещё и потому, что он оказался в числе самых запоминающихся сцен во всем фильме. Более того, каждое движение, которое делает Вейдер в этой сцене, полностью соответствует его прошлым появлениям. Как говорит Эдвардс, «Я думаю, золотое правило состояло в том, чтобы не позволять Вейдеру делать то, что не было показано или освещено в оригинальной трилогии» В результате Вейдер орудует световым мечом и использует силу, чтобы душить своих противников, несмотря на то, что ничего подобного не было в первых трех фильмах. Большую часть времени оригинальной трилогии Звездных войн Человеком за маской был Дэвид Проуз, культурист, чьё телосложение и рост в 195,5 см были идеальными для того, чтобы показать внушительное физическое воплощение Вейдера на экране. Но из-за недопонимания между Проузом и Джорджем Лукасом актёр, очевидно, не осознавал, что его голос будет заменен озвучкой Джеймса Эрла Джонса во время постпродакшена, и он совсем не обрадовался этому, когда узнал правду. По слухам, с Проузом было трудно работать на съёмочной площадке. Он отказывался учить диалоги для фильмов Империя наносит ответный удар и возвращение джедая, и его вражда с Джорджем Лукасом в конечном итоге достигла точки, после которой Проуза больше не приглашали участвовать в мероприятиях с остальным актёрским составом. Тем не менее, Проуз заслуживает похвалы за его вклад во франшизу, особенно за кульминационную сцену, в которой Дарт Вейдер получает искупление, спасая Люка, атлету актёру понадобился всего один дубль, чтобы оторвать Императора от земли и бросить его за ограждение. К сожалению, очевидно, почему Лукас хотел дублировать голос Проуза. В то время как у бодибилдера было идеальное телосложение, чтобы играть Вейдера, его высокий голос с заметным сельским акцентом полностью не соответствовал образу. Если вам интересно услышать голос Лорда Вейдера до переозвучки, то есть несколько сцен, которые можно найти. Кэрри Фишер в своей любимой манере даже начала называть Проуза на съемочной площадке Дарт Фермер. Это имя гораздо более пугающее. Конфликт между компанией Lucasfilm и Дэвидом Проузом распространился дальше, чем шалости на съемках и запрет на официальные мероприятия. У Проуза было незначительное появление в документальном фильме Люди против Джорджа Лукаса, в котором брали интервью у фанатов и людей, официально связанных со Звездными войнами, призывая их разобраться в неудачах Лукаса. В этом документальном фильме Проуз обсуждает идею о том, что франшиза была продана, чтобы заработать деньги на мерчендайзинге, говоря, «Возвращение джедая было началом» Мерчендайзинг поднял свою уродливую голову, и с тех пор вся франшиза стала ориентирована на коммерцию. Однако, как пишет Daily Beast, Проуз даже не знал цели документального фильма. Весьма вероятно, что создатели фильма не дали никакого представления о проекте, так как кажется, что они взяли у него интервью сходу прямо посреди раздачи автографов. В фильме нет никакой прелюдии к ответу Проуза, и есть мнение, что интервьюер вставил ответ на вопрос без контекста. Марка Хэмилла чуть не постигла та же участь. Он признался, «NY Times Journal меня фактически затащили в этот фильм. Тогда они не называли его Люди против Джорджа Лукаса, но судя по вопросам, которые они мне задавали, я могу сказать, что это было открытое приглашение облить Джорджа грязью» Продюсер фильма Возвращение джедая Ховард Казанджан утверждает, что существовали только три законченных сценария фильма. Они принадлежали Лукасу, Казанджану и Ричарду Маркуанду. Что касается доступа Проуза к важному диалогу в сценарии, Казанджан говорит, «Вместо скрытых строк диалогов он просто считал 1, 2, 3, 4» или поддельные фразы в реальном диалоге персонажа. Но эта секретность не спасла Проуза от расплаты за сообщение о смерти Вейдера в таблойд. Согласно информации актера, репортер связался с ним в спортзале, чтобы назначить интервью о его карьере в тяжелой атлетике. Но журналист был ошеломлен словами актера о том, что Вейдера убьют. Он также заявил, что за Маской будет другой актер. Когда Проуз посмотрел на свой листок с вызовами, на нем было написано, «Дэвид Проуз, Дарт Вейдер Студия 1» и «Себастьян Шоу, Энакин Скайуокер Студия 10» Спустя всего один день после интервью газета Daily Mail опубликовала статью, в которой рассказывалось о смерти Вейдера, предполагая, что сам Проуз слил информацию. Спустя десятилетия документальный фильм «Я, твой отец» всё расставил по местам, заставив журналиста признать, что Проуз ничего не заспойлерил и что утечка произошла из другого источника. Но такое серьезное раскрытие сюжета стало последней каплей для Lucasfilm. Каскадер Боб Андерсон в основном надевал доспехи Вейдера в фильме Возвращение джедая, а Проуз был почти полностью исключен из фильма. Окончательным предательством для Проуза стало раскрытие личности Вейдера, потому что, когда получивший искупление Энакин Скайуокер смотрит на Люка своими глазами, это не глаза Проуза. Актер Себастьян Шоу появился в этой маленькой сцене, что стало настоящей пощечиной Проуза, который был под впечатлением от того, что в один момент франшизы с него снимут Маску. Что еще хуже, Проуз сказал Acuity Magazine, что он до сих пор не получил остаточные платежи за фильм Возвращение джедая, и добавил, «Если где-то есть горшочек с золотом, в котором есть моя доля, я бы хотел увидеть его» Несмотря на весь драматизм событий, актер оценивает свой опыт в Звездных войнах как положительный. Он сказал Void, «Я благодарен за все, что случилось со мной в Звездных войнах. Это полностью изменило мою карьеру» Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!